приветствую на канале друзья с вами белогор нашел одну интересную статью в интернете она меня очень зацепила и хочется ее озвучить ссылка будет в описании название такое как американские еврейские банкиры подготовили и развязали вторую мировую войну думаю будет интересно почитать в ноябре 1918 года завершилась первая мировая война начатая в августе 1914 года по инициативе европейского финансового капитала и прежде всего его руководящего ядра в лице банковской семьи ротшильдов целью первой мировой войны было коренное политическое переустройство европы с целью резкого улучшения возможностей дальнейшей эксплуатации европейских стран финансовым капиталом для достижения этой цели предусматривалась ликвидация всех существующих в европе больших государств официально именовавших себя империями германия россия австро-венгрия и турции второе максимальное ослабление монархических форм правления и распространение республиканских форм государственного устройства 1910 году русский политолог беклемишев свои книги невидимая империя посвященный политическим аспектом деятельности европейского финансового капитала отмечал что прежняя эксплуатация стран посредством монархических режимов и связанных с ними различных придворных клик вследствие их растущих аппетитов и численности привела к росту разного рода накладных расходов в кавычках а значит и падению прибыли поэтому у банкиров возникла потребность сменить систему управления в данных странах и уменьшить их размеры для облегчения эксплуатации повышения нормы прибыли в общем результате первой мировой войны эти две основные поставленные цели были достигнуты если в 1914 году в европе было только две республики франция и швейцария то в 1919 году их стало около 20 распались все европейские империи и из них выделилось множество небольших и слабых государств но при этом в результате первой мировой войны произошел и крайне неожиданный и неприятный для европейских банкиров и прежде всего для ротшильдов поворот событий их прежний младший партнер или даже слуга американский финансовый капитал и прежде всего финансовая группа моргана в ходе войны разбогатели гораздо больше чем их прежние хозяева и начали теснить их по всему миру претендуя на мировое первенство если до первой мировой войны сша были должны европе 6 миллиардов долларов то концу первой мировой войны европа должна была сша 10 миллиардов долларов чтобы яснее можно было представить грандиозность этих цифр в то время напомню что доллар 1918 года примерно равен 100 долларам 1999 года борьба между европейскими и американскими финансовыми капиталами в 1919 1922 годах проходила с переменным успехом например после ухода в ноябре-декабре 1918 года германо-турецких войск из закавказья сша начали готовить к отправке в этот регион 70 тысячную армию для владения его нефтяными богатствами но англичанам удалось сорвать американские планы свою очередь американцы в 1919 году сорвали планы японии являвшиеся в тот период экономической колонии англии расширить зоны своей интервенции в сибири и увеличить численность находящихся там японских войск но основная борьба между европейскими и американскими финансовыми капиталами развернулась на послевоенных международных конференциях и прежде всего на самой основанной из них версальской мировой конференции 1919 года в ходе этой конференции американский президент вудро вилсон выдвинул идею создания лиги наций которая по мысли лидеров американского финансового капитала должна стать мировым правительством управляющим миром его интересах давай оценку этим американским планом коминтерн в документах своих 2 и 3 конгрессов отмечал что предлагая создать лигу наций американский финансовый капитал пытался прикрепить к своей золотой колеснице народы европы и других частей света обеспечив над ними управление из вашингтона лига нации должна была стать по существу мировой монопольной фирмой лига нации была создана в 1919 году однако захватить в ней руководящую роль сша не удалось англия франция решительно воспротивились этому после чего американцы демонстративно покинули лигу нации и она весь период своего фактического существования с 1919 по 39 годы являлась над национальным органом европейского финансового капитала в 1925 году 14 съезд вкпб отмечал небывало возросшую роль североамериканских соединенных штатов граничащую с мировой финансовой гегемонией с целью захвата ключевых позиций в мире сша после своей неудачи на версальской конференции стали обращать внимание на другие крупные страны мира недовольные итогами первой мировой войны таких было 4 германия италия россия и япония относительно германии и россии американскую точку зрения сформулировал 15 января 20 года командующий американскими войсками в германии генерал аллен в своем дневнике он сделал следующую запись германия является государством наиболее способным успешно отразить большевизм расширение германии за счет россии на длительное время отвлекло бы немцев на восток и уменьшило бы тем самым напряженность в их отношениях с западной европой согласно американской точке зрения сильная и в то же время находящаяся в американской финансовой зависимости германия должна была стать главной вооруженной силой сша в европе прежде всего сша взялись за японию поскольку она была второй после сша великой державой в тихом океане которые американцы считали своим озером на проходившие 12 ноября 21 года по 6 февраля 22 года в вашингтоне международные конференции по морским вооружениям американцы пользуясь своим финансовым преимуществом просто купили японию у англии англо-японский союзный договор 1911 года был на этой конференции расторгнут после чего япония вошла в сферу влияния сша следующим этапом стала италия после известного похода на рим 28 29 октября 1922 года организованного итальянскими фашистами и проходившего среди прочих под множеством английских и антифранцузских лозунгов власти пришел муссолини начавший проводить крайне недружественную по отношению к англии и францию политику в средиземноморье и африке одновременно с этим американцы начинают практическую деятельность по завоеванию германии как и в италии ставка делась на совершенно новые политические силы в данном случае на еще практически никому не известную национал социалистическую рабочую партию германии во голове с ефрейтором шикель грубером один из видных послевоенных германских биографов по фамилии фест отмечал что именно с 1922 года начинается активное финансирование гитлера из разного рода анонимных источников в чехословахии швеции и особенно швейцарии по его словам осенью 1923 года накануне своего путча гитлер съездил в цюрих и вернулся оттуда как он сам говорил с чемоданом с деньгами но позиции франции тогда в германии оказались крепче гитлеровский пивной путь провалился и повторить в германии в 1923 году итальянский блицкрик американцам не удалось им пришлось заняться выработкой долгосрочной политики в германском вопросе в целом в 1922 23 годах американцам удалось кое-что сделать для приобретения позиций и в руководстве ссср правда тут долго искать не пришлось американцам с помощью их больших денег и тут удалось прийти на все готовое а точнее перекупить у европейского финансового капитала несколько ключевых фигур в ссср одной из таких фигур был никто иной как троцкий связи которого в период 17 по 21 годы с англо-французским капиталом не были большим секретом даже для обычных дипломатов и разведчиков например президент германской военной разведки в москве майор хенинг действуя с группой подчиненных ему офицеров в качестве сотрудников германской экономической миссии 24 мая 1918 года за полтора месяца до эсеровского мятежа в москве давая подробную характеристику внутреннего положения в рсфср указывал на то что по его мнению дни советской власти сочтены поскольку в ближайшие дни в москве по приказу антанты произойдет организованный левыми эсерами военный переворот поддерживаемый частью большевистского руководства и особенно троцким по его мнению антанта как это теперь совершенно очевидно сумела склонить часть большевистского руководства к сотрудничеству с эсерами так прежде всего троцкого уже можно считать не большевиком а эсером на службы у антанты спустя неделю 1 июня 1918 года германский посол швеции люциус сообщал что германский мид в беседе с бывшим русским послом в вашингтоне эр розаном который в ее ходе указывал что основным противником мирных отношений между советской россией и германией в большевистском руководстве является троцкий далее люциус отмечал что аналогичная информация имеется у него из других источников именно этой сменой хозяев и объясняется резкая активизация троцкого в 1923 году после двухлетней предыдущей спячки а также резкое ухудшение здоровья ленина в 1923 году и его последующая смерть в январе 1924 года но основной целью сша в европе остается германия сделав для себя кое-какие выводы из неудачи гитлеровского путча 1923 года американцы решили привлечь к делу финансовой колонизации германии также и англию с тем чтобы полностью изолировать францию как главное препятствие в первой половине двадцатых годов на пути проникновения в европу экономическая колонизация германии американским капиталом облегчалась тем тяжелейшим состоянием германской экономики и прежде всего тяжелой промышленности которая сложилась 1923 году в результате проигрыша германии первой мировой войны и выплату ею послевоенных репараций в 1914 и 1923 годах не обновлялись основные фонды германской промышленности и для ее продукции были закрыты внешние рынки в таких условиях послевоенное восстановление германского промышленного потенциала могло затянуться на неопределенное долгое время в январе двадцать третьего года в связи с задержками германских выплат послевоенных репараций франко-бельгийские войска заняли районскую область германии и установили контроль над хранящимися на ее территории рурским промышленным районом эта оккупация еще больше дезорганизовала экономику германии вызвала гипер инфляцию и рост безработицы стране начались массовые волнения перераставшие на ряде территории восстания руководимые коммунистами на оккупированных французами территориях также начались вооруженные выступления организуемые коммунистами и националистами только национал демократическая партия гитлера отказалась участвовать сопротивление французской оккупации уже к концу 1923 года франция со своей коррупцией рура оказалась в чрезвычайно трудном положении репарации от германии так и не поступали а расходы на содержание оккупированных войск в руре непрерывно росли одновременно с этим рост дипломатический и финансовый нажим на францию со стороны сша и англии с требованием прекратить оккупацию план дауэса в апреле 1924 года американский банкир чарльз дауэс выдвинул ряд предложений по урегулированию проблемы выплат репарационных платежей германии эти предложения были вынесены на обсуждение международной конференции в лондоне в июле-августе 24 года конференция завершилась 16 августа 24 года принятием так называемого плана дауэса первым пунктом этого плана было решение о выводе французских войск с территории германии который должен был завершиться 31 июля 1925 года уже одно это решение означало полное поражение франции в борьбе за гегемонию в европе но основным элементом этого плана было предоставление финансовой помощи германии от сша и англии в виде кредитов якобы для выплаты репараций франции в 1924 29 годах германия получила по плану дауэса от сша два с половиной миллиарда долларов а от англии полтора миллиарда долларов это примерно 400 миллиардов долларов по курсу 1999 года это дало возможность германской промышленности полностью переоснастить свою материальную базу практически стопроцентно обновить производственное оборудование и создать базу для будущего восстановления военного производства согласно плану дауэса возрождение германской промышленности было рассчитано на реализацию ее продукции на рынках стран восточной европы и ссср которые должны были стать аграрно сырьевыми придатками германского промышленного комплекса превращение восточной европы и ссср в рынке сбыта германской промышленной продукции помимо прибыли американским точнее еврейским банкам ставшим фактически владельцами германских промышленных концернов решала еще две основных для американцев задачи ликвидация французского влияния в восточной европе и не допущение индустриализации ссср один из соавторов и исполнителей плана дауэса германский банкир шахт подводя его итоги в 1929 году с удовлетворением отмечал что германия за пять лет получила столько же иностранных займов сколько их получила америка за 40 лет предшествовавших первой мировой войне к 1929 году германия обогнала англию по объему промышленного производства и заняло второе место в мире после сша в 1929 году американские инвестиции в германии составили 70 процентов всех иностранных капиталовложений и большая часть из них принадлежала американской финансовой группе моргана таким образом на смену мировой финансовой гегемонии ротшильдов длившиеся с 815 по 1917 год пришла финансовая гегемония морганов которые до 1915 года обслуживали интересы ротшильдов в северной и южной америки вот как оценивает итоги плана даоса американский следователь ральф эперсон без капиталов предоставленных волк стритом не существовало бы гитлера и второй мировой войны в 1929 году вся германская промышленность принадлежала фактически различным американским финансово-промышленным группам принадлежавшая рокфеллеру стандарт ойл контролировала всю германскую нефтеперерабатывающую промышленность и производство синтетического бензина из угля банковскому дому моргана принадлежала вся их химическая промышленность в лице концерна фарбен индустри через принадлежавшую морганом американскую компанию связи айтити они контролировали 40 процентов телефонной сети германии и 30 процентов акции авиастроительной фирмы фоке вульф через general electric морган контролировал германскую радио и электротехническую промышленность в лице германских концернов а эгэ сименс асрам и другие через general motors морган контролировал германский автомобильно строительный концерн opel генри форд контролировал сто процентов акций концерна volkswagen к моменту прихода гитлера к власти под полным контролем американского финансового капитала находились такие ключевые отрасли германской промышленности как нефтепереработка и производство синтетического горючего химическая авто мобилистроительная авиационная электротехническая и радио приборостроительная отрасли значительная часть машиностроения всего двести семьдесят восемь фирм и концернов а также ключевые банки такие как deutsche bank dressner bank и donald bank и ряд других говоря о значении плана даоса в отношении ссср с точки зрения американского и английского финансового капитала министр иностранных дел англии чемберлен в феврале 1925 года отмечал что россия нависла как грозовая туча над восточным горизонтом европы угрожающая не поддающиеся учету но прежде всего обособленная поэтому по его мнению необходимо определить политику безопасности вопреки россии и даже пожалуй за счет россии именно безучетность и обособленность ссср больше всего тревожили американских и английских банкиров для преодоления этой обособленности в октябре 1925 года швейцарском городе лакарна открылась международная конференция с участием англии франции германии италии бельгии польши чехословакии цели конференции определил госсекретарь сша келлок конференция в лакарна естественно следовало за работой комитета дауэса хотя сша формально не принимали участие в работе конференции они руководили и направляли ее работу по этому поводу лидер компании германии тельман отмечал американские банкиры не участвуют в лакарна официально но американский финансовый капитал рассматривающий европу как большую колонию весьма деятельно сотрудничал при осуществлении лакарна представители американского финансового капитала недвусмысленно дали понять что американский империализм желает в лакарна основной целью сша в лакарна было примирение англии франции с германией для этого на конференции был выработан и заключен так называемый гарантийный пакт в который вошли англия франция германия италия бельгия к данному пакту затем на гораздо менее выгодных условиях присоединилась польша и чехословакия таким образом в обмен на долгосрочная политика юридические гарантии безопасности франция фактически отказалась от своего влияния в восточной европе в пользу германии страны малой антанты польша чехословакия румыния югославия и греция были открыты для доступа германии а значит сша кроме того франция потеряла возможность с помощью своих восточноевропейских сателлитов угрожать германии с востока после того как в лакарна были на американских условиях решены в кавычках основные европейские противоречия американский финансовый капитал решил обратить серьезное внимание на ссср чтобы покончить с его по выражению чемберлина обособленностью спустя месяц после завершения конференции в лакарна в ссср в ноябре двадцать пятого года вместо разбитого и изолированного троцкого вдруг возникает так называемая новая оппозиция в лице зиновьева и каменева которая по своей политической программе ничем не отличалась от троцкизма то есть собиралась под прикрытием дискуссии о невозможности построения социализма в отдельно взятой стране покончить в интересах американских банкиров с этой самой советской обособленностью когда же к исходу 1926 года новая оппозиция и воссоединившиеся с ней троцкий потерпели крах и утратили позиции в советском руководстве а 15 съезд вкп б объявил о начале процесса индустриализации в ссср американские банкиры начали кампанию силового давления на советский союз во внешнеполитической сфере 23 февраля 1927 года английский мид направляет ссср ноту с угрозой разрыва дипломатических отношений в апреле 1927 китайская полиция в пекине по указанию американского и английского послов берет штурмом советское посольство и убивает нескольких советских дипломатов 27 мая 1927 года в лондоне английская полиция захватывает советские торговые представительства после чего английское правительство объявило о разрыве дип отношений с ссср 7 июня 1927 года в варшаве на вокзале был убит советский посол фойков после чего из сша последовал крупный заем польши на военные нужды однако это давление вызывало противоположные результаты осенью 1927 года в результате провала путча руководители новые позиции лишаются всех занимаемых ими к этому времени государственных и партийных постов начинается восстановление мощи красной армии путем начала наращивания численности улучшения работы военной промышленности и начала создания мобилизационных резервов по мере того как в ссср теряли позиции сторонники плана дауэса американские банкиры вновь обратили внимание на гитлера и его партию которая после провала пивного путча 1923 года несколько лет пребывали в почти полном забвении с конца 1926 года после очевидного провала троцкистского зиновьевского блока и принятия 15 съездом в кпб курса на индустриализацию то есть превращение ссср в промышленно развитое самодостаточное государство гитлеру вновь начинает сочиться ручеек денег от различных германских ферм и банков который превращается в водопад с конца 1928 года когда в ссср начинается выполнение первой пятилетки и когда спустя год в конце 1929 года из высшего политического руководства ссср устраняется последняя группа агентов влияния американского финансового капитала во главе с бухариным так называемая правая оппозиция отличие было только в том что если в 1923 году американцы финансировали гитлера непосредственно через швейцарские банки то в 1926 32 годах это делалось через германские банки и промышленные концерны которые к этому времени превратились в германские филиалы различных американских финансово-промышленных групп и прежде всего моргана процесс прихода к власти гитлером был затяжным и многоступенчатым отражая в период с 1928 по 33 годы колебания и надежды американских банкиров на то что первая советская пятилетка провалится и ссср оказавшись после этого в глубоком политико-экономическом кризисе станет для них легкой добычей и можно будет обойтись без сильной германии весной 1930 года в германии от власти отстраняется коалиционное правительство возглавляемая социал-демократом мюллером его сменила правительство брюнинга состоявшая только из представителей правых партий так завершился период правления социал-демократов в германии в 1918-1930 годах и началось постепенное свертывание буржуазной демократии так называемый период президентских правительств 1930-1933 года в июле 1930 года брюнинг распускает рейхстаг хотя по закону его полномочия истекали только в 1932 году это было сделано с целью использования недовольства населения экономическим кризисом и превращение нацистов в крупную парламентскую силу это и произошло на состоявшихся 14 сентября 1930 года в выборах в рейхстаг нацисты получили 6 миллионов 800 тысяч голосов избирателей на предыдущих выборах в 1920-х годах они получили 800 тысяч и 107 мест в рейхстаге а в 1928 году их было всего 12 этот успех нацистов вызвал положительный отклик у американской и английской прессы принадлежавших крупнейшим газетным магнатом того времени в сша и англии хертесу аратамиру бивербруку и ряду других лиц успех нацистов на выборах 1930 года дал под канцлеру брюнингу начать переговоры с ними о вступлении в его коалиционное правительство но хозяева гитлера считали что этого делать не стоит в рождественском номере 1930 года одной из влиятельных германских газет был помещен вопрос как вы расцениваете участие гитлера в правительстве известный тогда в германии историк фюслер отражая точку зрения подлинных хозяев гитлера ответил слишком рано далее он объяснил что участие нацистов в коалиционном правительстве нерационально поскольку ослабит нацистскую партию из-за противоречия между идеей и действительностью то есть между социальной демагогией и реальной политикой и тем самым затруднит нацистам последующий захват всей полноты власти в то же время атташе американского посольства в берлине гордон сообщал госсекретарю стимсону следующее нет никакого сомнения что гитлер получил значительную финансовую поддержку от определенных кругов промышленников как раз сегодня до меня дошел слух из источников обычно хорошо информированного что предоставленные здесь различные американские финансовые круги весьма активно действуют в том же направлении осенью 1930 года в сша побывал председатель рейхсбанка германии шахт обслуживавшие со своими американскими коллегами детали предстоящего прихода гитлера к власти спустя год 11 октября 1931 года в городе гардсбурге состоялось совещание видных германских банкиров и промышленников совместно с представителями высшей аристократии и генералитета на совещание был также приглашен гитлер шахт довел до сведения присутствующих мнения американцев о необходимости установления в стране диктатуры нацистской партии дальнейшие события развивались совершенно неторопливо вплоть до мая 1932 года когда ссср объявил о выполнении первого пятилетнего плана и завершении в основном процесса индустриализации кроме этого объявления существовали и объективные данные показывавшие американцам что их надежды на возможный провал первой пятилетки не оправдались если в 1928 году ссср ввозил из-за рубежа и прежде всего сша германии и англии 81 процент необходимого количества продукции машиностроения и промышленного оборудования то в 1931 году этот показатель снизился до 17,8 процента разница между двумя этими показателями образовавшиеся всего за три года означало фактический крах плана дауэса в отношении ссср после этого события стали развиваться очень стремительно в конце мая 1932 года под давлением германских банкиров и аристократии объединенных в так называемый клуб господ ушло в отставку правительство брюнинга к ему на смену пришло правительство папена формально не нацистская но по сути профашистская призванная непосредственно подготовить приход нацистов к власти в середине ноября 1932 года 17 крупнейших банкиров и промышленников направляют президенту гинденбургу письмо с требованиями назначить гитлера рейхсканцлером с этим же требованием в это же время к гинденбургу дважды обращается бывший наследный принц кайзеровской германии 4 января 1933 года на вилле банкира шьёдера в близ кельна состоялось очередное совещание германских финансистов на котором было решено привести гитлера к власти в течение ближайших нескольких недель что и было сделано в конце января 1933 года одновременно с установлением концу января 1933 года национал социалистического режима в германии был установлен национал социалистический режим и в самих соединенных штатах америки в лице президента рузвельта его нового курса за несколько месяцев до официального вступления рузвельта в должность члены администрации усердно изучали опыт режима муссолиния в италии впоследствии бывший до рузвельта президентом сша кувер ознакомившись с пакетом документов нового курса вспомнил я пытался объяснить ему что это чистый фашизм и что это простая переделка корпоративного государства муссолинии цветата из книги невидимая рука и действительно между политикой нового курса рузвельта и гитлера в германии было много общего не бывало до этого при капитализме степень вмешательства государства в экономику создание из безработных трудовых армий выполняющих крупномасштабные строительные работы общее государственное значение главным образом по строительству дорог уничтожение психбольных в германии их стерилизация в сша единственным отличием было сохранение в сша многопартийности и формальной демократии создавая в лице германии очаг будущей войны в европе американские банкира обеспечивали аналогичный очаг и в азии этим азиатским очагом стала япония в первые годы мировой войны япония добилась господствующего экономического положения в китае но в 1922 году на вашингтонской конференции американцы заставили японцев уйти из китая однако после этого еще пять лет американцам не удавалось на равных соперничать в китае с англией и францией американское влияние в китае стало быстро расти после прихода к власти 12 апреля 1927 года первых националистов во главе с чан кайши к 1930 году по сравнению с 1914 годом американские капиталовложения в китае выросли в 3 и 7 раза правительственные займы и финансовая помощь в 6 раз однако к началу 1930 года американцы серьезно разочаровались в режиме чайн чан кайши ему не удалось восстановить единство страны путем ликвидации коммунистов и генеральских феодальных клик сокрушительный разгром войск чан кайши в манчжурии войсками советской дальневосточной армии в ноябре-декабре 1929 года показал невозможность его использования как средство внешнего вооруженного давления на ссср поэтому американцы стали срочно искать на дальнем востоке новую силу которая могла бы навести порядок в китае для того чтобы сделать его территорию пригодные для размещения там своих капиталов и силового воздействия на ссср извне поскольку внутри китая такой силы не казалось было решено искать ее за ее пределами выбор пал на японию которая после ее вытеснения из китая в 1920-22 годах англии франции и сша нуждалась в рынках и капиталах для своей бурно развивающейся промышленности таким рынком мог быть только китай а капиталы находились в сша позицию сша в предстоящей войне японии с китаем президент гувер сформулировал следующим образом мы должны указать что китай оказался не в состоянии обеспечить должный порядок внутри страны который предусматривался договорами значительная часть китая оказалась под влиянием китайских коммунистов сотрудничающих с россией правительство манчжурии оказалось в руках авантюриста не признающего китайского правительства а китай не принимает никаких мер чтобы заставить его подчиняться на этой территории царит анархия это совершенно недопустимо в вашингтоне считали что вторжение японцев манчжурию заставит чан кайши еще больше ориентироваться на сша и приведет в дальнейшем к войне с японией с ссср в июне 1930 года сша подняли таможенные пошлины на японские товары ввозимые на их территорию на 23 процента и тем самым полностью закрыли для японцев свой рынок японский экспорт сразу сократился на 40 процентов тем самым американцы ясно указали японии что и надо искать другие рынки все это вместе с финансовой зависимостью от сша заставила японию начать завоевание манчжурии когда 18 сентября 1931 года началось японское вторжение в манчжурию то под давлением сша чан кайши отдал приказ своим войскам в манчжурии отходить не оказывая сопротивления японцам в направленном в лигу нации письме в связи с японским вторжением правительство чан кайши даже не квалифицировал эти действия по никак агрессию за те полтора года в течение которых происходил оккупация манчжурии японии американские поставки и финансовая помощь японии составили 182 миллиона долларов по нынешнему курсу это около 9 миллиардов долларов как признают авторы советской 12-томной истории второй мировой войны до середины 1939 года япония ввела внешнюю политику согласованную с сша насколько велика была ее согласованность можно судить по тому факту что в 1933 году по приказу из сша япония и германия почти одновременно вышли из лиги наций к 1937 году япония по приказу сша начинает новую войну в китае с тем чтобы подорвать в нем позиции англо-французского капитала и расширить сферу американского влияния в китае за счет англии и франции чтобы парализовать возможное вмешательство ссср на стороне чехословакии и обеспечить мюнхенский сговор по приказу из сша япония 29 июля 1938 года организовала вторжение на советскую территорию в районе озера хасан трех пехотной дивизии и механизированной бригадами в мае и августе 1939 года широкомасштабный советский японский вооруженный конфликт на реке халкингол в монголии преследовал цели отвлечь силы ссср из европы накануне нападение германии на польшу и заставить советский союз принять германское предложение заключить пакт о ненападении которое и последовало в разгар боев задачи отвлечения советских сил из европы в этот период была в целом выполнена в первой половине 1939 года численность советских войск на дальнем востоке должна была по плану вырасти на 57 тысяч человек а фактически увеличилась многократно на 345 тысяч человек сша щедро финансировали японию для скувывания ссср и дальнем востоке только в 1938 году финансовой группой моргана японии было предоставлено займов на 125 миллионов долларов а общая американская помощь японии с 37 по 39 годы составила 511 миллионов долларов торговый атташе посольства сша в японии побывав в 1937 году на японско-китайском фронте признавал если кто-либо последуют за японскими войсками в китае и увидят сколько у них американского снаряжения то он получает право думать что следует за американской армии едва только гитлер был приведен к власти как сша тут же начали использовать его как таран для подрыва позиций европейского финансового капитала в октябре 1933 года германия выходит из лиги нации в январе 1934 года между германией и польшей заключается договор о ненападении в результате которого польша из сферы англо-французского влияния перешла в сферу германского значит и американского влияния в ответ начинается попытки заигрывания европейского капитала с ссср в конце 1933 года ссср получает приглашение вступить в лигу наций и в 1934 году вступает в нее в 1935 году на седьмом конгрессе комитетов в москве следует отказ от политики прямого захвата власти коммунистами в европейских странах и возникает идея блока компартий с различными лево-либеральными реформистскими силами получившая практическое оформление в виде так называемых народных фронтов в том же 1935 году заключается военно-политический союз между францией ссср и чехословакии направленный против германии в ответ на это германия по приказу из сша в марте 1936 года вводит войска в демилитаризованную рейнскую область на то что данный вот войск был не личной инициативой гитлера указывают и многие западные источники так один из них б.л. гард писала менее всего гитлер хотел развязывать еще одну мировую войну гитлер несмотря на свою беспринципность длительное время проявлял исключительную осторожность в осуществлении своих целей военные руководители проявляю еще большую осторожность когда в марте 1936 года гитлер решил занять войсками рейнскую демилитаризованную зону его генералы были встревожены этим решением в результате их протеста во вначале в рейнскую зону было направлено несколько символических подразделений в кавычках в ответ на приход летом 1936 года к власти правительства народного фронта в испании и франции последовал организованный немецкой разведкой по указанию из сша мятеж генерала франка а затем германо-итальянская интервенция в испании африке фашистская италия с целью подрыва английского влияния опять-таки по указанию из вашингтона в 1935 году оккупировала эфиопию в дальнем востоке с аналогичной целью в 1937 года япония начинает завоевание китая этот компромисс и взаимное заигрывание между ротшильдами и ссср с 33 при 37 годы завершился в тридцать седьмом году сигналом завершения стал приход к власти в ноябре тридцать седьмого года в англии право консервативного правительства чемберлина причиной конца этого процесса было с одной стороны мощное внешнеполитическое давление сша в период с 1935 по 37 годы о котором говорилось выше а с другой разгром в ссср в 1936 37 годах военно-политического антисталинского заговора и хотя руководители заговора ориентировались на ссср и германию европейские банкиры надеялись что в случае свержения сталина им тоже кое-что перепадет что касается самого заговора то о его подготовке в зарубежной печати писали еще в начале 30-х годов например в органе русской белогвардейской военной эмиграции в журнале часовой в одном из номеров в начале 31 года об этом писала следующая по сведениям лица прибывшего с юга россии в красной армии наблюдается несомненное брожение в армии коммунисты ведут энергичную агитацию против сталина сейчас эта агитация стала почти открытой к противо сталинской агитации агенты гпу относятся чисто формально стараясь не замечать ее привлекается к ответственности главным образом мелкота а средние и высшие агенты власти агитирующие против сталина остаются в стороне говоря об этих же процессах молотов отмечал не думаете что сталин поверил какой-то фальшивки переданные через беныша тухачевский которого мы хорошо знали был расстрелян потому что был военной силой правых рыкова и бухарина а государственный переворот без военных не обходится с ноября 1937 года европейский финансовый капитал ищет компромисса уже не с ссср а с сша и германии за счет ссср выражением этой политики стал мюнхенский сговор который был по существу пактом о ненападении между германией и италией с одной стороны и англии и франции с другой немалую роль в мюнхенской сделке сыграли сша так американский посол в англии кеннеди в беседе с германским послом в лондоне дирксоном 13 июня 1938 года прямо сказал что в экономических вопросах германия должна иметь свободу рук на востоке а также на юго-востоке европы великая отечественная война советского союза дальнейшим шагом на пути к капитуляции англии и франции перед германией и сша стала испания в 1938 году под нажимом англии и франции правительство народного фронта испании объявила о выводе из страны интернациональных бригад и советских добровольцев которые были единственной боеспособной силой республиканской армии а в феврале 1939 года под влиянием англии и франции в мадриде правые социалисты и анархисты произвели военный переворот в результате которого республика распалась и в марте 1939 года франко установил контроль над всей территории страны после этого испания вслед за италией и германией стал еще одним американским плацдармом в европе в 1938 году сша благосклонно относились к капитулянству англии и франции перед германией так как последняя была весьма слаба тогда в военном отношении и поэтому мирный захват австрии и особенно чехии с ее второй по объему производства военной промышленностью в европе были жизненно важны для германии в целях последующего начала войны в европе в результате захвата чехии в период с ноября 38 по 39 год германия получила 469 танков 1582 самолета 2175 полевых и 500 зенитных орудий 785 минометов 43 878 пулеметов и 1 миллион винтовок этого оружия было достаточно для вооружения 40 дивизий в 1938 году на одних только заводах чешского концерна шкода было произведено оружие больше чем во всей великобритании но после того как германия к весне 1939 года обрела необходимый военный потенциал сша начали стремительно развязывать вторую мировую войну и прежде всего войну германии против англии и франции с тем чтобы выкинуть их с рынков латинской америки и в свою очередь овладеть рынками их колоний вопрос о рынках для американцев концу 30-х годов стоял очень остро в 1937 году сша занимая 7 процентов территории и имея 6 половиной процентов населения мира производили 41 процент мировой промышленности продукции и имели 62 процента мирового запаса золота на сумму 28 миллиардов долларов помимо этого еще целый ряд весомых причин заставлял сша в 1939 году спешить с началом новой мировой войны новый курс в кавычках рузвельта или проще говоря американская разновидность национал-социализма так и не привел к долговременной экономической стабилизации в 1937 году сша вновь оказались в пучине кризиса в 1939 году загрузка промышленных мощностей составляла 33 процента оценивая обстановку в сша в 39 году один из ближайших советников рузвельта тагуэлл отмечал следующее в 1939 году правительство не могло добиться никаких успехов впереди лежало открытое море для того дня когда в польшу вторгнется китлер а туманом мог развеет только могучий ветер войны любые другие меры которые были во власти рузвельта не принесли бы никаких результатов конкретным публичным сигналом гитлеру начинать действовать стало отклонение 19 мая 39 года конгрессом сша поправки об отмене закона о нейтралитете сша что касается тайной дипломатии то в 1939 году сша категорически отвергали настойчивое предложение англии франции благословить второй мюнхен на этот раз за счет польши сша дали ясно понять что они против любого мирного пути разрешения германо-польского конфликта подчеркивая что если англия и франция не объявит войны германии в случае ее нападения на польшу то они лишатся всякой американской помощи американский посол в англии в 1938-39 году джозеф кеннеди позднее так вспоминал об этом не французы не англичане никогда бы не сделали польшу причиной войны если бы не постоянное подстрекательство из вашингтона летом 39 года президент непрерывно предлагал мне подложить горячих углей под зад чемберлину американский источник тензел по этому поводу писал следующее президент вовсе не хотел чтобы война которая начнется в европе закончилась так быстро что в сша не успели бы вмешаться в сентябре 1938 года против гитлера могли выступить французская английская русская и чешские армии которые раздавили бы его довольно быстро к лету 1939 года обстановка коренным образом изменилась россия заключила договор с германией чешская армия исчезла война начавшаяся в тридцать девятом году могла тянуться до бесконечности генерал монштейна указывал что до марта 1939 года в главном командовании сухопутных войск германии не существовало плана стратегического развертывания войск для нападения на польшу сам гитлер в 1937 году планировал начать крупномасштабное завоевание в европе только в 1943 году и вдруг внезапно германия активизируется в конце апреля 1939 года германия расторгает договор с польшей о ненападении затем с германской стороны следует отказ соблюдать англо-германское морское соглашение с 1935 года и выдается требование возврата германских колоний захваченных англией франции в первой мировой войне и наконец 22 мая 1939 года между германией и италией заключается военно-политический союз который назывался стальной пакт свою очередь под давлением сша в конце марта в начале апреля 39 года англия и франция взяли на себя обязательство быть гарантами независимости польши что сначала автоматическое объявление войны германии и в случае нападения на польшу одновременно с весны 39 года правящие круги сша начали предпринимать энергичные попытки для обеспечения невмешательства ссср в предстоящую войну германии с англо-французским блоком с этой целью в мае 1939 года с одной стороны германии начинает забрасывать ссср различными мирными предложениями а с другой на дальнем востоке а также в мае 1939 года япония начинает в монголию войну с ссср для того очевидно чтобы сделать германские мирные предложения более привлекательными и весомыми дальнейшее известно советско-германский договор о ненападении был заключен 23 августа 1939 года за неделю до нападения германии на польшу и за 10 дней до объявления англии и франции войны германии однако заключение этого договора стала одновременно и первым серьезным сбоем в разработанном американцами сценарии второй мировой войны япония потерпевшая серьезное поражение войне с ссср в мае-августе 1939 года которую она вела по приказу сша и брошенная своей союзницей германии заключивший мирный договор с ссср опять-таки по приказу из сша что также стало известно японцам было страшно возмущена американским вероломством осознав опасность дальнейшего следования и в фарватере внешней политики сша она решила принять участие в начинающиеся второй мировой войне самостоятельно это объясняется тем что в отличие от германских банкиров и промышленников их японские коллеги хотя и были должны американцам но являлись не только юридическими но и фактическими собственниками своих банков и концернов начала войны в европе 1 3 сентября 39 года было встречено в высших сферах сша с плохо скрытым ликованием влиятельная нью-йорк таймс 9 октября 1939 года утверждала что отныне слово из вашингтона будет играть решающую роль при установлении мира в европе спустя 20 дней в той же газете джон форстер далес в дальнейшем госсекретарь сша выступил со статьей в которой предрекал что после окончания войны в европе руководство миром перейдет в руки сша чтобы побудить англию францию на более энергичной войне с германией американский конгресс 3 ноября 1939 года принял закон разрешающий им приобретать в сша за наличный расчет все необходимое для ведения боевых действий что по сути отменяла прежний закон о нейтралитете однако англия и франция да и германия тоже всю осень и зиму с 39 по 40 год явно не желали воевать по-настоящему и вели так называемую странную войну в кавычках это очень не понравилось сша которая устами своего тогдашнего госсекретаря семнера уэллса сказали что конечная победа может быть обеспечена только длительной и отчаянной войной которая приведет европу к полному экономическому и социальному крушению в это же самое время газета нью-йорк гералд трибюн в номере 19 марта 1940 года прямо призвало правительство сша следить чтобы для интересов сша не возникла угрозы из-за появляющихся в определенных кругах европы каких-либо мирных предложений но этот призыв явно запоздал в феврале 1940 года госсекретарь уоллес совершил длительную поездку в европу посетив англию францию германию в берлине он очевидно сделал германским правителям настолько серьезное внушение что через несколько дней после его отъезда гитлер срочно встретился с муссолини и объявил ему о решении в начале ближайшей недели наступать на западном фронте что и началось 15 апреля и завершилась середине июня 1940 года полным крушением франции и созданием угрозы дальнейшему существованию англии таким образом летом 1940 года американские планы по отношению к западной европе были выполнены франция фактически исчезла с карты мира англия превратилась в страну чью дальнейшее существование определялось объемами американской помощи в августе 1940 года сша подписали договор с канадой о совместной обороне который означал что это самая крупная по территории британская полуколония переходит в сферу влияния сша более этого единственной крупной державой в мире находящиеся вне сферы влияния сша оставалась ссср смысл внешнеполитических замыслов сша в отношении ссср заключался в том чтобы вернуть советский союз к реализации плана да у вас а для этого было необходимо до индустриализовать его вернув на уровень 1925 года в этом собственно говоря и заключалась суть германского плана барбаросса согласно которому немецкие войска оккупируют европейскую часть ссср вплоть до предгорья урала и лишает его тем самым 80 процентов промышленного потенциала то есть в результате германской оккупации европейской части ссср его промышленный потенциал должен был сократиться в 4-5 раз и цен самым вернуться примерно к тем показателям какие он умел в 1925 году накануле начала существования первого пятилетнего плана свидетельств того что решение о нападении германии на ссср применялись не в берлине а в нью-йорке и в вашингтоне существует великое множество если верить американским источникам митчеллу и мюллеру главнокомандующий вермахтом фельдмаршал кейтель только в марте 1941 года узнал о планах гиллера напасть на сср то есть за три месяца что является немыслимо коротким сроком для подготовки операции такого уровня узнав кейтель не на шутку встревожился и спешно составил меморандум в котором обосновал свои возражения против этих планов и пошел с ним на прием гитлеру который в ответ устроил ему дикий разнос после этого кейтель подал прошение об отставке гитлер категорически отказывался ее принимать и потребовал от кейтеля безусловного подчинения вслед за кейтелем свое отрицательное отношение к планам войны с ссср выступили командующие немецкими войсками в восточной пруссии в дальнейшем командующий группой армии север фельдмаршал лееб командующий германскими войсками в польше фельдмаршал бог начальник экономического управления вермахта генерал-лейтенант томас и ряд других высокопоставленных военачальников поведение гитлера в конфликте с руководством армии по поводу планируемые войны с советским союзом явственно свидетельствует что эти планы не были его собственными поскольку элементарная логика правителя государства тем более государства диктаторского требовала того что в случае отказа подчиненного выполнить поставленный приказ его для начала надо как минимум отстранить от занимаемой должности гитлер встретив довольно энергичное возражение подчиненных не только не делал этого но даже не принимает их собственных прошений об отставке устраивая вместо этого истерику такое поведение гитлера свидетельствует о том что сам он как минимум ничего не мог сказать по существу против этих возражений если даже в глубине души не был согласен с ними а это означает что планы были выработаны не им а сам он служил лишь передаточным звеном для их доведения до непосредственных исполнителей о том что сам гитлер не желал войны с ссср понимая всю глубину последствий в этом случае для него лично свидетельствует его попытка избежать ее посла своего первого заместителя и доверенное лицо гесса в англию на переговоры причем сама форма его отправки свидетельствовала о чрезвычайности ситуации полет гесса 10 мая 41 года в англию стал попыткой гитлера избежать войны с ссср и выйти из-под контроля сша путем заключения мира с англией создание на его основе англо-германского союза и затем на его базе своеобразной европейской империи противовес сша но отказ английских правящих кругов находящиеся к тому времени под полным контролем сша принять эти предложения заставил гитлера смириться с той ролью которую американцы приготовили ему связи с этим возникает вопрос а кому реально принадлежала полнота власти в германии и какова была действительности это иерархия по данным исследователя гаранина реальным руководством германии был председатель рейхсбанка и министр экономики шахт его первым заместителем был геринг на долю же гитлера были выделены представительская пропагандистские функции до прихода к власти гитлер довольно долго жил на деньги геринга который вел себя по отношению к нему довольно свободно подсмеиваясь на его пуританством и вегетарианством геринг был доверенным лицом германских банкиров в нсд ап и сам занимался игрой на бирже геринг был инициатором и организатором поджуга рейхстага он же вопреки воле гитлера организовал 30 июня 1934 года ночь длинных ножей в ходе которой был уничтожен рем и другие члены нсд ап веревшие в анти капиталистическую демагогию нацизма в марте 1938 года геринг руководит аншлюсом австрии среди нацистского руководства геринг наиболее негативно относится к ссср и постоянно подчеркивал свое отрицательное отношение к пакту о ненападении начиная с самого его заключения в августе 1939 года после начала войны германия с ссср сценарий дальнейшего хода событий изложил осенью 41 года сенатор-демократ гарри труман если мы увидим что выигрывает германия то нам следует помогать россии а если будет выигрывать россия то нам следует помогать германии и таким образом пусть они убивают друг друга как можно больше хотя я не хочу победы гитлера ни при каких обстоятельствах именно это осознание гитлером последствия авантюры в которую втянули сша после происшедшего разгрома в декабре 41 года немецких войск под моской привело его в бессильную ярость результатом чего стало объявление войны сша сразу же после японского удара по пёрл-харбору хотя реально вести войну сша германия не имела никаких возможностей вплоть до высадки американских войск в северной африке летом 42 года если бы после первоначальных успехов в войне ссср германия начала терпеть поражение а у американцев и на этот поворот событий имелся соответствующий вариант действий который заключался в военном перевороте и устранение с политической арены гитлера гиммлера и ряда других широко известных одиозных фигур формирование демократического нерманского правительства и под этим предлогом оказание давления на ссср с требованием чтобы его войска прекратили движение в направлении восточной европы реализация этого варианта стало покушение на гитлера и попытка военного переворота в берлине 20 июля 44 года если бы гитлер погиб в результате взрыва бомбы военный переворот в берлине был бы удачен и к власти пришло бы коалиционное правительство из представителей социал-демократов а также центрских и умеренно правых партий существующих до прихода нацистов к власти это правительство сразу бы закрыла западный фронт американо-английскими войсками во франции и было бы признано западными союзниками после чего из вашингтона в москву от рузвельта к сталину было бы послано теплое дружественное письмо с призывом по такому прекрасному случаю как свержение гнусного тирана гитлера и прихода к власти в германии демократических сил остановить войска красной армии на линии советской германии и советско-румынской границей по состоянию на 1 января 41 года поскольку новое германское правительство изъявило скорейшее желание вывести немецкие войска из оккупированных ими стран восточной европы и передать контроль над ними их бывшим правительством находящимся в лондонской эмиграции которые уже пакуют чемоданы готовясь к посадке в самолеты а если бы ссср не внял и продолжал бы продвижение то сша на самых законных основаниях могли бы как минимум объявить об оказании германии широкомасштабных военных поставок для отражения советской агрессии против ставший в одночасье демократической европы во главе с германией или как максимум объединить свои германские войска в боевых действиях против красной армии но механизм реализации этих американских планов оказался чересчур сложным и как следствие произошел его неизбежный сбой гитлер остался жив а красная армия вошла в восточную европу и даже взяла берлин что весьма обесценило американское лидерство в послевоенном мире вместо по предвоенным американским планом 1 сверхдержавы в послевоенном мире в лице сша их оказалось две сша и сср это обстоятельство и определяла в дальнейшем период с 1946 по 1990 годы американскую политику в мире сама же германия вплоть до апреля 39 года совершенно не готовилась к войне с польшей в начале гитлер не собирался завоевывать польшу он был готов какое-то время принятие в качестве младшего партнера при условии что польша вернет германии принадлежащий и выход к балтийскому морю и тем самым соединит с германией по суше восточную пруссию цитата гарта из книги важнейшие стратегические решения автор статьи калантаев константин владимирович старший научный сотрудник отдела истории великой этической войны музея героической обороны и освобождение севастополя ссылка на статью будет в описании всем спасибо за внимание очень интересная и информативная статья которая открывает достаточно много всяких скрытых нюансов которые были в истории и многие люди не очень хорошо знают историю второй мировой войны особенно на фоне того что у каждой стороны скажем так своя история всем спасибо за внимание до встречи в следующих выпусках